Всем доброго времени суток. Как и обещал в прошлом выпуске, для начала посмотрим на один из первых файтингов с командными боями. Некетсу Какото Денсетсу. И это игра из серии про Буяна Кунио Куна. Я в этой серии почти полный нуб, говорю сразу. К тому же про всю серию вполне доходчиво и подробно рассказал комрад Рикиши. Поэтому вставлю кусок из его обзора. Ссылка на его канал будет естественно в описании. Настоятельно рекомендую оценить. Вот лично я бы хрен разобрался во всех этих иероглифах. За что ему отдельное спасибо. В декабре 92-го обладатели этой приставки получили нечто новое и оригинальное. Кооперативный файтинг с полюбившимися героями. Некетсу Както Денсетсу. Как-то вот так. Судя по хоккеистам, можно сделать вывод, что игра относится к вселенной Коуха Додж. Итак, Кунио получает письмо от братьев тигров оригинально, которые приглашают его помериться силами и числой в турнире по боевым искусствам. Кунио настроен показать всем свою силушку, а потому тут же бежит готовиться. Тут появляются Рики. Вот что он забыл в другой школе. Видимо, не придумав, как развивать персонажа далее, сценаристы просто решили сделать из него вечного соперника с навязчивыми идеями. Он получил такое же письмо и тоже торопится набить всем морды. Записку с аналогичным содержанием получили и вы. Прежде чем продолжить, хочу обратить ваше внимание на титульный экран. Тут дизайнеры превзошли сами себя, заставив Кунио и Рики метелить друг друга на потеху зрителю. Далее вам нужно создать своего персонажа. Создать, правда, громко сказано, ведь толкового редактора тут нет, разумеется. Всё гораздо хитрее. Вас просят ввести имя, дату рождения и тип крови. Имя определяет базовые характеристики и скорость их прокачки. То есть можно назвать персо так, что играть будет, скажем так, не очень легко. Тип крови влияет на стиль, которым будет владеть наш подопечный. Соответственно, 4 вида. Бокс, карате, кунг-фу и борьба. На самом деле это лишь определяет анимация атак и предпочтительные их виды. Хотя никто не запрещает мастеру кунг-фу регулярно кидать с прогиба, а боксёру залепить пяткой в глаз неприятелю. Или приятелю, но об этом позже. Знак зодиака влияет на совместимость с партнёром, как бы двусмысленно это не звучало. Ну а бои тут два на два, как можно догадаться. Чем сложнее команда, тем, конечно, лучше. Цвет униформы как раз и показывает, насколько вы сочетаетесь. Красный, синий, белый, зелёный, жёлтый. Вот в таком порядке располагаются цвета от лучшего к худшему. А дата рождения, день и месяц, определяет набор спецприёмов. Никак по-другому получить их в игре невозможно. Всего 20 наборов, максимум 3 спешла. Естественно, не все из них одинаково полезны, да и есть наборы, где приёмов меньше. Таким образом, видя свою дату рождения, можно лайк как неприятно удивиться. На этом же моменте отпадает вопрос про локализацию. Если сами иероглифы, разбиты по категориям, определяют ваши параметры, как-то с трудом верится, что найдётся перевод, в котором вы сможете составить вразумительное имя и наделить вашего героя желанными показателями. Короче, да, всё замаскировано под хитроумный рандом. Как бы там ни было, после создания одного чувака вам предложат выбрать второго. Есть куньи, урики и всякие ноунеймы. Затем вам предложат выбрать одно из правил арены. Провести 10 раз комбо для победы, 10 попаданий на шипы или электричество проигрыш, 10 специальных бросков для победы, команда члена, которая не получает урона 50 секунд, побеждает, ну или отключить дополнительные условия. Цель самой игры победить в 15 из 19 боёв, то есть у вас право на 4 ошибки. Если всё пройдёт удачно, братья тигры поймут, что именно вы самая сильная команда, а значит именно вы достойны сразиться с ними в финале. Кстати, сражаться с кошаками вы можете до победного, с этого момента гамовера не будет вообще. Давайте же перейдём к разбору самого боя. Как уже говорилось, они тут 2 на 2. А арены зачастую имеют или пики точёные, или стены шокирующие. Или вот мины, спасибо, что они тут видны. Управление традиционное для серии, только количество приёмов, даже без учёта суперов, велико. Помимо обычных ударов, есть и броски, и возможность присесть на лежачего, и локтём его приложить, и ещё куча всего. Даже вот этот вот толчок, как в рёслинге. Увы, канатов нет, но напарник может посодействовать и без них. Оружия нет, но тут и без него неплохо. Есть и командные приёмы, вам нужно взяться за руки со своим товарищем и сделать вот такой волчок. Из индивидуальных суперов стоит выделить РЕАКТИВНЫЙ ГОЛОВОК СМЕРТИ Позволяющий вам, подобно каучуковому мячику, скакать туда-обратно и сносить оппонента, при этом лишая его приличного количества энергии. У тигров, конечно же, есть уникальные спецприёмы. После гибели персонаж оставляет объект, который вас либо лечит, либо усиляет. Разумеется, лучше использовать каждую возможность и пожирать останки павшего бойца самостоятельно. После матча игра показывает ваше отношение с напарником. Тут же вы можете посмотреть свои параметры, ну и перейти к следующему бою. Ну а теперь к самому вкусному. Вы уязвимы перед атакой своих напарников. Опять. Я ни разу не видел, чтобы команда соперников имела какие-то конфликты. Но вот ваш напарник без какого-либо сожаления надаёт вам по ушам. Благо урон тут не такой ахлый, как в Шадайе. Приемлемый. И если вы думаете, что ситуация становится лучше при игре вдвоём, то это не совсем так. Всё зависит от вашей слаженности и опыта обоих игроков. Несмотря на эту подлую особенность механики, больше и придраться не к чему. Но да, можно вспомнить хитровывернутую генерёшку персонажей, что в игре по сути 4 бойца по количеству классов. Но именно за счёт этой самой генерёшки игра и имеет такую вариативность. Тем более количество анимаций и невероятно затягивающий геймплей делают своё дело. До самых титров вас будет просто за уши не оторвать от геймпада. А ещё если вспомнить, сколько официальных файтингов было на Famicom и NES, то про некоторые мелочи легко забыть вовсе. Одолев кошаков, получаем одну из трёх концовок. Начало общее. Вы поболтаете с Леопольдом и Базилио, Тараичи и Тараджик. И сойдётесь на мнение, что надо будет ещё как-нибудь устроить товарищеский спарринг. Затем вы либо разбежитесь со своим напарником, если играли один и без Кунио, либо побежите вдвоём, если играли вдвоём. Кунио в свою очередь нанесёт сокрушительный удар по четвёртой стене, предложив вам купить ещё каких-нибудь игр о нём. Затем появится запыхавшийся Рикки и спросит, не видели ли вы Кунио или тех засранцев-кошаков, которым он должен все усы поопрывать. Появится один из тигров и будет настойчиво требовать поединка. Затем подключится и второй. Рикки придётся пересмотреть свои планы и срочно удалиться. Что же стало с Катанами после этой игры? Ну, они нашли своё призвание. Да не. Далее рассмотрим игру под названием Бландия. Это фэнтезийный файтинг и вновь с оружием. На выбор всего 6 бойцов и 3 кнопки действия. Высокие, средние и низкие удары соответственно. Спешлые выполняются стандартным методом через движение стика. Отличительной особенностью данной игры является возможность сбить с бойца часть брони, тем самым открывая возможность наносить больше уронов. Но игра, к сожалению, просто недоработанный кусок известной субстанции. И ладно там не отзывчивость управления или кривой хит-детекшн, это уже стандарт для файтинга в средней руке того времени. Но вот такие лютые баги это для меня в новинку. То персы начинают телепортироваться, то вдруг вас приковывают к одному месту, то вообще враг начнет спамить спешлами, игнорируя ваши атаки. И это не считая зацикленной музыки. Доработали бы игру и, глядишь, неплохая поделка могла получиться про античных гладиаторов с фэнтезийными элементами. До того времени это было бы в новинку. Игру, кстати, в Японии даже портировали на тамошние компы FM Towns и PC-9821. Но они ничем не отличаются от оригинала. Играет музыка. Продолжение следует... 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 рассказывайте о канале друзьям если есть возможность и желание поддержите проект ссылки в описании всем спасибо за внимание, до скорых встреч